Практически любой человек может вернуть себе часть денег, потраченных на покупку квартиры, оплату лечения или обучения. Называется это налоговый вычет. Тема на первый взгляд сложная, но попробуем разобраться. Основной вопрос это конечно налоговый вычет из приобретения жилья. При покупке квартиры или жилого дома можно получить не более 260 тысяч рублей. Правда, есть несколько условий. В первую очередь мы должны с вами понимать, что налоговый вычет в связи с приобретением жилья может быть предоставлен только с учетом двух ограничений. Первое ограничение. Средства, которые затрачены на жилье, это не должны быть средства материнского капитала, не должны быть средства работы дателя или иного какого-то лица. И кроме того, второе ограничение, сделка купли-продажи не должна происходить между взаимозависимыми лицами, например, близкими родственниками. Нужно иметь определенные документы на руках. Во-первых, на работе надо получить справку 2 НДФЛ. Во-вторых, под данным справки заполнить декларацию 3 НДФЛ. Специалисты рекомендуют делать это на сайте налоговой службы, где программа сама подскажет нужные варианты. Ну а в-третьих, необходимо подготовить копии документов, договор купли-продажи, документы, подтверждающие право на жилье и копии платежных документов, которые как раз будут подтверждать траты. И со всем набором документов нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Проверка документов продлится 3 месяца. Еще месяц сдается на перечисление денежных средств налогоплательщику. Получить вычеты можно из покупки лекарств или с оплаты лечения. В порядок аналогичен имущественному налоговому вычету. Вы должны подготовить декларацию формы 3 НДФЛ и соответствующие документы. Здесь на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, на то, что касается лечения, то обязательно обратите внимание там, где вы платные услуги получаете. У этого заведения должна быть специальная лицензия на право ведения медицинской деятельности. Только при наличии такой лицензии вы можете потом получить вычет. Специалисты рассказали, что большим спросом пользуются именно стоматологические услуги. Но и здесь есть свой верхний предел суммы расходов, с которых можно получить вычет. Это 120 тысяч рублей. Третий вид налоговых вычетов по расходам на обучение. Что касается обучения, здесь есть несколько интересных моментов, на которых хотелось бы остановить внимание. Понятно, что можно получить вычет по НДФЛ в связи с расходами, понесенными за свое обучение, причем по любой форме обучения. Это может быть и заочное, и очно-заочное. Кроме того, можно получить вычет в связи с расходами, оплаченными за обучение своих детей и брата или сестры в возрасте до 24 лет. Но при этом они должны обучаться только на очной форме обучения. Здесь есть тоже свой предел, и их два. Первый – это расходы на обучение собственных детей, 50 тысяч рублей на каждого ребенка. При оплате собственного обучения, либо брата или сестры, ограничение составляет 120 тысяч рублей в год. Но оно установлено в совокупности с расходами налогоплательщика на лечение. Что касается видов образовательных услуг, расходы на которые можно принять к вычету, то здесь хочу отметить, что это могут быть и любые другие образовательные услуги, которые оказаны учреждением, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности. Но в том числе и под каким-то дополнительным видом услуг. Это автошколы, это курсы иностранных языков. То есть все эти учебные заведения при наличии специального статуса точно так же выдают документы, которые потом можно приложить к декларации и получить вычет. Для примера покажем, как рассчитывается налоговый вычет на покупку жилья. Возьмем круглые суммы для простого подсчета. Человек купил квартиру за 1 миллион рублей. Максимальная сумма, которую он сможет получить, это 13% или 130 тысяч рублей. Но здесь важно учитывать и его зарплату за календарный год. Допустим, он получил 100 тысяч рублей. 13% от этой суммы как раз 13 тысяч рублей. Такую сумму человек получит за год. В следующий год он вновь подает декларацию и получает 13 тысяч рублей. И так пока сумма не достигнет необходимых 130 тысяч рублей за квартиру. Опять же, есть свои тонкости. Если налоговый вычет за квартиру можно получить один раз, то за обучение и лечение каждый год. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.